Всем привет! В этом видео я вам покажу очень редкий ASIC, о котором очень мало информации. GTMiner V88. Рассмотрим его хешрейт, потребление, его достоинства и недостатки. А также узнаем, за счет чего он дешевле конкурентов. Смотрите видео до конца, будет очень интересно. В Telegram канале вы будете узнавать обо всех майнерских новостях первыми, потому что написать пост в Telegram гораздо быстрее, чем выпустить о нем видео. На канале оповещаю о новых монетах для того, чтобы вы могли их намайнить на низкой сложности и выгодно продать при листинге. Также на канале много информации про процессорный майнинг, про майнинг на видеокартах и про майнинг на различных ASIC, которые майнинг биткоин, эфир и другие монеты. Обязательно подписывайтесь и узнавайте о новостях первыми. Оборудование для майнинга я приобретаю в компании Майнинг Центр. Есть ASIC как для домашнего майнинга, а также для майнинга, если у вас есть отдельное помещение, в котором вы сможете содержать свои ASIC. Поэтому оборудование из компании Майнинг Центр подойдет для всех. У них есть свой официальный сайт и телефоны, по которым вы сможете с ними созвониться. У них в Telegram канале вы можете перейти на полезные ссылки и здесь открыть прайс-лист. Здесь вы сможете увидеть актуальные цены на оборудование по предзаказу из Китая, а также актуальные цены на оборудование из наличия. Обязательно переходите и ознакомливайтесь. Здесь найдется оборудование для каждого, как для домашнего майнинга, так и для майнинга с отдельным помещением. Еще у них есть свой Telegram чат, в котором вы сможете посоветоваться с другими покупателями, какое оборудование лучше. Если вам удобнее воспринимать информацию в видео формате, вы можете посмотреть все новинки оборудования и прочие новости у них на YouTube канале. При заказе оборудования вы можете запросить скидку, указав то, что узнали о компании Майнинг Центр через канал USM Fox. Ссылки на поставщика Майнинг Центр и на свой канал оставлю в описании к видео. Ну а мы продолжаем. В этом видео мы с вами поговорим о таком бюджетном майнере, как GTMiner V88. На канале уже был обзор GTMiner V66, а это его старший брат, который майнит гораздо больше. Этот майнер выдает 1700 мегахешей на алгоритме EtherHash, поддерживает большое количество монет. И в этом видео разберем его достоинства, недостатки и почему он стоит в полтора-два раза дешевле, чем те же JustMiner. Это и другое оборудование я приобретаю в компании Майнинг Центр. У них в группе в закрепленных комментариях вы сможете увидеть прайс-лист и текущие цены на этот ASIC. Если пролистать до наличия в России, то мы можем увидеть то, что GTMiner V88 стартует от 1300 мегахешей, младшая версия, и старшая версия до 1700 мегахешей. Стартовая цена 1690 и выше в зависимости от выдаваемой мощности. ASIC GTMiner V88 представляет из себя небольшую коробочку, габариты которой 340 на 165 на 225 мм. Рабочая температура ASIC от 0 до 40 градусов, стандартное напряжение для наших розеток, потребляемая мощность 1200 Вт, память в нем 6 гигабайт, а хешрейт примерно 1700 мегахешей. Весит он также немного, примерно 11 кг. Подключается ASIC с помощью 11 6-пиновых разъемов. Серверный блок питания подается в комплекте с ASIC. 2 6-пиновых разъема находятся сбоку ASIC и 9 находятся на его верхней крышке. Охлаждение ASIC происходит с помощью 12 маленьких вентиляторов. В связи с этим, для того чтобы его охлаждать, эти вентиляторы крутятся на большой скорости и тем самым издают шум, который делает сложным его размещение дома. Конечно, есть люди, которые ставят шум в боксы и размещают подобные ASIC на балконе. Но без подготовительных работ дома размещать его точно нельзя. Сейчас покажу вам выдаваемый шум. Сейчас в комнате есть небольшой шум и мы сейчас скручим ASIC и посмотрим, какой шум он покажет. По энергопотреблению у ASIC действительно 1200 ватт плюс-минус. Это я проверял по Wi-Fi розетке. Данный ASIC может копать существующие монеты под эфир, но не может копать зилику. Это будет его минусом. Поэтому считаем без нее. На текущий день самая прибыльная монета это Bitnet Money. Она составляет 5 долларов 35 центов. Это доход за 1 гигахеш мощности. Значит, у GT-майнера это 9 долларов. Остальные монеты в районе 3 долларов по доходности. Посчитать доходность мы можем на сайте WhatToMine. Нужно будет перейти на вкладку Coins с главной страницы. Там найти интересующую нас монету. Для этого можно воспользоваться поиском. После этого переходим на интересующую нас монету и указываем хешрейт. После этого указываем питание. Указываем стоимость розетки. Указываем стоимость оборудования. Вот взял стоимость оборудования за самую старшую версию. На текущий момент это 2090 USDT. Обратите внимание на стоимость конкурирующих джаз-майнеров. У которых стоимость значительно отличается. При этом это стоимость за оборудование, которое еще не в России, но скоро там будет. А у GT-майнера стоимость по наличию в России. Если бы джаз-майнеры были уже в России, то стоили бы возможно дороже. Но в любом случае вы сможете посмотреть актуальный прайс-лист, перейдя в группу. Когда вы будете смотреть, он может отличаться. После этого нажимаем сосчитать. В таком случае мы можем видеть дневной доход. Он составляет 6 долларов 12 центов. Можем видеть стоимость розетки, которая израсходуется в этот день. И можем увидеть текущий профит. А именно грязный доход минус стоимость розетки. Вот профит это чистый доход за вычетом электроэнергии. Таким образом текущая окупаемость оборудования составляет чуть больше года. И это при 3 рублевой розетке. Возможно у вас будет бесплатная розетка или розетка другой суммы. В таком случае окупаемость будет отличаться. На монете POV-блокс текущая окупаемость повыше. И на монете OCTA SPACE текущая окупаемость также повыше. Но опять же нужно понимать, что это окупаемость на текущий день. Курсы монет постоянно растут и падают. Поэтому возможно вы окупитесь гораздо быстрее, если например саккумулируете какое-то количество монет и продадите их на росте. Также это работает и в обратном направлении. После подключения оборудования вы сможете посмотреть активные клиенты вашего роутера. Там будет указан IP адрес вашего ASIC. В моем случае это 192.168.0.21. Логин на него root, пароль также root. Средняя скорость за 24 часа составила 1700 мегахэш, как и указано в паспорте самого ASIC. Для того, чтобы настроиться на определенный пул, нажимаем на пул сеттингс. И здесь указываем параметр из пула, на который вы будете соединяться. Покажу настройки на примере ГТехпула. Суть ГТехпула заключается в том, что при регистрации вам дается аккаунт ID. На него вы и майните. На данном аккаунте копятся монеты. И после того, как будет накоплено их минимальное значение, которое вы сами укажете, они будут перечислены на указанный вами кошелек. Это может быть кошелек, например, как MetaMask, так и биржевый кошелек. На вкладке «Обзор» можно посмотреть текущие монеты и награды за них, которые вы уже намайнили. На вкладке «Начать» вы можете увидеть настройки для вашего майнера в зависимости от модели. На примере есть готовые скрины для iPoll, JustMiner, AntMiner. Но для GTMiner здесь нету, я покажу вам сам. Хоть и в GTMiner все аналогично. Вам нужно просто скопировать указанные параметры и вставить их в аси GTMiner на вкладке «Pull Settings». Здесь выбираем монету. Если вы майните эфир-классик, то указываете «ETC». Если майните другие эфироподобные алгоритмы, то указываете «ETH». И сюда как раз вставляем те адреса, которые нам и дали на пуле. А именно URL в эту строчку, в эту строчку ваш аккаунт ID и через точку имя воркера, которая будет отображаться, и пароль маленькой буквы X. Стоит заметить то, что есть различные зоны. Нам нужно использовать RU, если мы из России. Также на сайте есть другие зоны пула. Нужно выбрать ту, к которой вы находите ближе всего. Доступные это Россия, Европа, США, Сингапур и Гонконг. После этого переходите на вкладку «Воркеры» и у вас отобразится ваш асик. Скорее всего, по умолчанию будет копать монету «ETC». Нужно будет изменить майнинг на нужную вам монету. Нажимаете «Сменить майнинг». Здесь выбираете монету, которую он будет копать. Например, ту, которую хотите. Здесь большой выбор. После этого ее применяете и нажимаете «Change». и ваша монета сменится вот в этом окне. После этого остается следить за шарами и ждать, пока намайнится нужный баланс. На вкладке «Кошельки» вы можете указать, куда именно будут идти выплаты по нужным вам монетам. Нажимаете «Добавить кошелек». Здесь указываете его описание. Например, «Octo MetaMask». Сюда вставляете ваш MetaMask кошелек и выбираете, какая именно это будет монета. Например, «Octo». И здесь выбираете, будут ли выплаты автоматическими или вы будете заказывать их вручную. Рекомендую поставить «Автоматические выплаты». И нажимаете «Добавить». После этого у вас монета добавится в этот список. И вы сможете с помощью карандашика отредактировать минимальную сумму, при которой будет предходить выплата на ваш кошелек с аккаунта пула. Можно увеличивать в диапазоне от 1 до 3 тысяч. Это нужно для того, чтобы не было спама на ваш кошелек. Потому что нет никакого толка, если монеты будут каждый час к вам прилетать. Пускай лучше прилетают хотя бы раз в день. Особенно критично это может быть, если вы майндите на биржу. Биржа не любит, когда к ним постоянно присылают выплаты с пулов. Поэтому указываете разумное количество монет в зависимости от ваших мощностей. И нажимаете «Save». По итогу, главным достоинством ASIC является его цена, которая может отличаться от стоимости JustMiner в 1.5-2 раза. За эту экономию ASIC перестает быть домашним из-за того, что сильнее шумит. Ему нужно отдельное помещение. Потребление электроэнергии у данного ASIC будет в 2 раза больше, чем у JustMiner. А также ASIC GTMiner не сможет майнить зилику. А что думаете вы о данном ASIC? Пишите в комментариях. На этом видео закончено. Если оно вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И обязательно подписывайтесь в том числе на телеграм-канал компании MindCenter. Там очень много различного оборудования. Уверен, вы сможете подобрать что-то и для себя. Всем спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин